Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачева-Черкесия» в студии Карчабиджиев. Увеличение социально значимых объектов, доступных для маломобильных граждан, общественники прошлись по улицам Черкеска. Мир искусства детям. В картина галереи Черкеска открылась выставка творческих работ. Музыка в одном инструменте. В Центре дополнительного образования Черкеска прошел итоговый результативный мини-концерт. В России продолжается осенний призыв. За время нынешней кампании от Карачева-Черкесии планируется призвать в армию около 400 человек. Сегодня из Черкеска отправилась очередная группа новобранцев. Для многих из тех, кто в ближайшие дни поступит в воинские части Юргии, Новороссийске и Адлере, нынешний шаг – осознанный период от беззаботной юности во взрослую жизнь. Возможно, кто-то из этих молодых людей впоследствии свяжет свою жизнь с армией. Другие решили пройти срочную службу, так как это пригодится в их профессиональной деятельности. Поддержать рядовых российской армии пришли их родные и друзья. Я считаю, что это долг каждого мужчины. Тем более, что сейчас срок службы всего лишь год. И, ну, это нужно. По жизни это будет нужно. В данный момент я это представляю как поездка в лагерь. Но что будет дальше, я не знаю. Наши жители будут направлены для прохождения службы подразделения Министерства обороны, войск Национальной гвардии, Министерства чрезвычайной ситуации. Ну и, соответственно, география, куда наши призывники будут направлены, она довольно-таки обширная. В этом призыве будут граждане направляться уже в Убли и Владивосток, в Калининград. В основном будет проходить в центральных областях России и в нашем Южном Федеральном и Северном Кавказском федеральном округе. В Карачеве-Черкесии и ее столице с каждым годом увеличивается количество социально значимых объектов, доступных для посещения маломобильными гражданами. Впрочем, куда больше организаций и мест массового пребывания людей, которые пока никак не приспособлены для слабовидящих и тех, кто передвигается на инвалидной коляске, вместе с ними и общественниками по улицам Черкеска прошел наш корреспондент Артур Ц. Так выглядит спуск с инвалидной коляской по неправильно установленному пандусу. Сажать в средства передвижения человека и рисковать его здоровьем общественники не стали. Представители регионального народного фронта проверили доступность ряда социально значимых объектов для маломобильных граждан. Увы, подавляющее большинство таких зданий в республиканской столице не соответствуют требованиям. Многие объекты, можно сказать, нулевая доступность. Если есть пандусы, то они не соответствуют. Сделаны чисто, потому что они должны быть. Если в поликлинике люди могут вовнутрь зайти, обратно тоже проблема. Где-то отсутствуют кнопки вызова. Вроде как есть всё, но оно даже не работает. По словам руководителя региональной организации общества инвалидов, недоступны для маломобильных ни железнодорожный вокзал, ни бюро медико-социальной экспертизы. В первый невозможно попасть, не работает кнопка вызова. До второго не добраться. Хотя в самом здании есть всё необходимое. Но человеку с инвалидностью дойти до него пешком – что-то из области фантастики. Проверили эксперты и общественный транспорт. Не так давно республиканский центр получил в распоряжении несколько десятков новых автобусов, приспособленных в том числе для маломобильных пассажиров. Однако здесь преодолеть с коляской путь до транспорта и сесть в него – не одно и то же. Хотя, стоит признать, средства оповещения водителя и устройства работают как надо. Если вы решили, что зрение или слух вас обманули, это не так. До недавнего времени этот светофор в центральной части Черкеска работал именно в таком режиме, вводя в заблуждение пешеходов. Татьяна Сорокина – инвалид по зрению. Она на собственном опыте знает, что переходить здесь дорогу на звуковой сигнал небезопасно. Вот сейчас мы наблюдаем, как работает светофор на этом пешеходном переходе. И практически вводят звуковым сигналом пешеходов в заблуждение. Можно даже не будучи слабовидящим выйти на проезжую часть, и вы видите, какой здесь трафик. Просто люди, даже водители не успеют затормозить. К слову, после публикации общественниками видео с этого пешеходного перехода проблему удалось оперативно устранить. Но сколько в городе участков, где также необходимо обеспечить безопасность для передвижения людей с инвалидностью? Если я иду, допустим, по Первомайской, по тротуару, который плиткой выложен, мне помогает то, что там вот эти здания, 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 они идут вдоль, и можно ориентироваться по ним и по этой плитке. Единственное, немножко плохо то, что ливневые вот эти выступы, они бывают внезапно. Конечно, когда у человека есть трости, он даже зрячий бывает там спотыкается и может упасть. Для инвалидов по зрению неровность – это ориентир. Через дорогу перейти практически достаточно просто. Ну вот здесь по международной 1 практически уже сколько мы просим, я надеюсь, что все-таки этот вопрос решится. А здесь основная точка – это вот библиотека, тут же есть база, держава. Инвалиды, так как они живут в этом микрорайоне, практически постоянно сюда ходят. Практически, ну, недоступно, потому что они или попадают на проезжую часть партизанской улицы, или уходят влево. Как нам сообщили в республиканской прокуратуре, от жителей Черкеска не поступало жалоб на недоступность для посещения тех или иных объектов. В ряде районных многофункциональных центров такие нарушения были выявлены. Прокурорами ведется постоянная работа по защите и восстановлению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокурорами, были выявлены нарушения, связанные с необеспечением доступа лицам с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры. В то же время в региональном обществе «Слепых» готовы предоставить надзорным ведомствам людей, которые помогут сделать город доступным для всех категорий. Артур Мухци Алибастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после мы продолжим выпуск. Артур Мухци Алибастанов. Мир искусства детям. В картина галереи Черкеска открылась выставка творческих работ учащихся детских художественных школ с ограниченными возможностями здоровья. Искусство глазами детей и какую роль оно играет в их жизни, узнавала Альбина Ламкова. Кот и мышка. Это название картины юной художницы Вероники Роменской. Ей 12 лет. Она из Торожевой 2. Учится в художественной школе Орфей. Девочка не только рисует, но и обучается игре на фортепиано. В будущем свою профессию связывает с искусством. Изображенный на полотне кот с пламена оранжевыми глазами не потому, что он замышляет что-то нехорошее. Все просто, объясняет Вероника. Можно сказать, выразительность кота подказывает. Также тут показана мышка серая на хвосте его. Можно сказать, показывает, что он добродушен и не хочет ее там съедать. Это состояние твоей души или хочешь, чтобы мир такой был добрый? Ну да, хочу, чтобы мир такой добрый, не было никаких там убийств. Кот не будет есть мышку. А вот рыбкой полакомится, поделилась Вероника. Наверное, будет. Потому что уже тонко нету, как бы ее сохранять. Мышка-то живая сейчас. Вероника приехала на выставку с мамой. Дома она во всем помогает родителям и слушает их. Смотрит за младшими братьями. Старается быть для них хорошим примером. А с миром искусства ее знакомит учитель по художественному мастерству. Как ты учительницу зовут? Кравченко Ольга Геннадьевна. Она очень хорошая, добрая. Хорошо рассказывает, как наложить ей красивую шерсть. К примеру, тени очень хорошо показывает. Если что, если у меня что-то там не получается, то она очень хорошо помогает мне. При этом же показывает, как в будущем так делать. Мне очень нравится так мазками, знаете, так стресс убирает. Дети, живущие с мечтой о красоте, добре и радости. Все это фантазия авторов представленных работ. В нашей выставке принимают участие учащиеся художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. Дети, которые имеют ограничения по здоровью. Но они обучаются у нас, несмотря на все сложности, несмотря на то, что многим приходится ходить четыре раза в неделю. Они прекрасно справляются со всеми программными заданиями и активно работают творчески. Выставка у нас проходит по программе, по целевой программе. И мы благодарим Министерство культуры Карачаева-Черкесии, Министерство культуры России за поддержку. На выставке 32 работы на свободную тему. Юные художники были отмечены грамотами. Это настоящая творческая радость, так как их композиции востребованы, а творчество не остается незамеченным. Альбина Ламкова, Расул Бердеев и Вести Карачаева, Черкесия. Фортепиано. Мир музыки в одном инструменте. Центр дополнительного образования Черкеска прошел итоговый результативный мини-концерт с участием юных виртуозов. Школа открылась 1 сентября. На занятиях дети проходят интенсивное и углубленное обучение. Подробности в следующем репортаже. Великие мастера классической музыки посвятили свою жизнь игре на музыкальных инструментах. Известных пианистов-скрипачей отличала техника исполнения. Начинающие музыканты берут пример с корифеев. В Черкесске в Центре дополнительного образования, который работает с 1 сентября, стали заниматься ребята игре на инструментах. Интенсивный курс длится от 7 до 14 дней. С детьми работают квалифицированные педагоги. За короткий период времени ученики показали высокий результат своих стараний. Теория шла параллельно с практикой. То есть 4 часа у них шла теория, 4 часа у них практика. Все занятия проходили индивидуально с каждым ребенком отдельно. У нас здесь достаточно есть инструментов, достаточно есть помещений. Два преподавателя наравне работали с этими детьми в течение 14 дней. Фортепиано и скрипка – кладезь симфонического оркестра. Они излучают непревзойденный волшебный звук. Фортепиано может заменить целый оркестр, но его звук также гармонично сочетается практически с любыми другими музыкальными инструментами. Сегодня выпала возможность сыграть на скрипке и на фортепиано. Я очень рада этой возможности. На скрипке я играю с первого класса и мне очень нравится заниматься. И на фортепиано тоже. Фортепиано я выбрала, потому что когда оно играет, не знаю, не могу удержаться, чтобы не послушать. Я выбрала именно фортепиано, потому что мне нравится его звучание. Мне нравится то, что нужно вдумчиво играть. Все чаще дети увлекаются гаджетами, нежели игре на фортепиано. Впрочем, интерес к этому инструменту не угас окончательно. И каждый желающий может научиться извлекать красивые звуки инструментов, которые и открывают двери в мир музыки. Карчабиджиев, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова